ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! На Геймс Ти Ви Инспектор Гаджет! Внутренний голос... Привет! Кроме этого, мы приготовили для вас огромный куль интересного! Слушай, внутренний голос, ты позволишь мне первым начать? Да, пожалуйста! Ну, это отлично! Если у вас, дорогие мои, есть лишние 35 долларов, можете смело их потратить на приобретение башки Дарта Вейдера! И это не просто кусок пластмассы, это часы, у которых ночью зловещим красным цветом светятся глаза! Ну, а вместо кукушки, ровно в 12 вы услышите Ку-ку-ку-ку-ку Теперь я знаю, что подарить тебе на день рождения! Слушай, а как ты догадался, что я хочу кроссовки, как у Джастина Тимберлейка? Эээ, ну, вообще-то я думал... Ладно, теперь моя очередь про девайсы рассказывать Ну хорошо, удиви меня, мой инфернальный друг Nokia N810 Эту штуку окрестили финской блондинкой В ней удивительным образом сочетается мощный вау-фактор внешнего вида И некоторое чувство дискомфорта при использовании Да, и скажем сразу, это не коммуникатор В N810 нет сотового модуля Она рассчитана на подключение к сети по Bluetooth, а лучше по Wi-Fi Но напрямую посылать SMS или звонить она не способна Конструктивно девайс не совсем обычный Он с одинаковым успехом может работать как в роли мини-планшетки для доступа в интернет Или чтения электронных книг, так и в качестве карманного ноутбука Корпус выполнен в форм-факторе боковой слайдер Сзади расположена удобная коробочка, которую можно использовать как подставку, чтобы, например, с удобством читать Если девайс сложить, откинуть скобу и просунуть туда ладонь, скоба обеспечивает надежное крепление аппарата в руке Технически начинка системы очень неплоха Большой экран диагональю 4 с копейками дюйма, высокое 800 на 480 разрешение обеспечивают хорошее качество картинки Экран, кстати, сенсорный, причем работать можно и пером, и пальцем Мощный процессор с частотой 400 МГц и 128 МГц оперативной памяти позволяет просматривать видео без тормозов Есть встроенный GPS Встроенного флеша маловато, всего 256 МБ Но есть гнездо для карт памяти, куда можно запихать объемную флешку не очень популярного формата miniSD Машинка работает под специальной версией Linux Сама Nokia называет ее систему Internet Tablet OS 2008 Впрочем, до Linux там еще надо суметь добраться Интерфейс устроен довольно просто и логично Слева узкая полоска, по сути то же самое, что и таскбар в Windows На ней выводятся значки запущенных программ Есть кнопка доступа к общему системному меню В верхней строке кнопка для еще одного меню А левее всякие системные значки Статус Bluetooth, беспроводной сети, батареи и так далее На рабочем столе плавают панельки гаджетов Они обеспечивают быстрый доступ к нужным функциям Набор гаджетов можно настраивать по вкусу Сложность возникает только при установке программ И только если под рукой нет беспроводной сети Дело в том, что система управления софтом в этой машинке Рассчитана на инсталляцию по воздуху И когда беспроводного канала нет Приходится повозиться с копированием дистрибутивных файлов на внутренний диск машинки Софта под этот аппарат сегодня уже много Linux все-таки, хоть и специальный С некоторыми усилиями можно даже OpenOffice залить Ну а читалки, аськи, игрушки и прочее добро ставится в лед Из минусов слабый аккумулятор При стандартной нагрузке живет часа три Неудобный браузер При соединении с сетью по Wi-Fi или Bluetooth Аппарат начинает заметно притормаживать Также стоит отметить, что работать на выдвижной клавиатуре На деле оказывается весьма затруднительно Однако в целом очень интересная штука Nokia N810 По сути замена карманным компьютером и КПК Которые уже морально устарели А у таких вот планшеток большие перспективы Стоит она на момент обзора около 15 тысяч Что учитывая отличный экран, GPS и прочие прелести Сравнительно недорого А знаешь, что можно купить приблизительно за те же деньги? Говори Фонарик? Что совсем что ли? В своем уме за такие деньги фонари покупать Слушай, ну внутренний голос Я тебе фигни никогда не советовал И советовать не буду Короче, это не просто фонарик Это настоящий лазерный меч Который выдает 4100 люмен Физики меня поймут Ну а если вы не физик То объясняю При помощи этой штуки можно сжечь бумагу и жарить яйца Ну правда он работает 10 минут и заряжается еще 3 Ну ничего Гаджет, я тебя умоляю Не засоряй мозг, пожалуйста Слушай, внутренний голос отвали, а Или у тебя есть какой-нибудь девайс покруче? Эээ, не такой зажигательный Но все же Окей E10 Glowfish X610 Представитель нового поколения коммуникаторов Получивших в народе прозвище еноты Но не может наш человек выговорить E10 Да и Glowfish по-русски звучит странно Аппарат вполне бюджетный Но по енотовскому обыкновению Напичкан всякими нужными для жизни штуками От беспроводной связи до GPS E10 Glowfish X610 Относится к линейке осень 2008 Кроме 610-го В серии есть более мощный X900 Может быть попозже посмотрим и на него Хотя в общем они очень похожи Разница только в том, что в X900 Имеется экран высокого разрешения Две видеокамеры и так далее Плюс девятисотая стоит на 3-3,5 тысячи рублей дороже Чем Glowfish X610 Главная фишка 610-го Конструктив типа экран без бортиков Легкий такой закос под iPhone Идея в том, что юзер может управлять машинкой Не доставая пера Отсутствие бортиков позволяет дотянуться До расположенных по краям экрана элементов управления Кнопок, полосок прокрутки и так далее Сам экран имеет матрицу с диагональю 2,8 дюйма И разрешение 240 на 320 пикселов Он как бы скрыт под толстым сенсорным пластиком Который довольно уверенно сопротивляется царапинам И что особо интересно, не очень пачкается Правда из-за того, что стандартный интерфейс Windows Mobile Не очень-то приспособлен к управлению пальцами Разработчикам коммуникатора пришлось установить на него Специальную оболочку SPB Mobile Shell Очень симпатичная софтинка Удобная и спускающими пыль в глаза спецэффектами Вот, например, как открывается меню Эта оболочка жрет ресурсы Но в данном случае это не проблема Так как процессор Glowfish X610 на 400 МГц Неплохо тянет все эти красоты Памяти могли бы, конечно, положить побольше Но для бюджетной модели 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной флеш Вполне нормально Плюс спутниковый модуль На устройстве предустановлена программа Navitel Navigator С набором карт России Но мы бы рекомендовали ее заменить на автоспутник Увы, даже в новой версии Navitel интерфейс они толком не починили Но сам коммуникатор отлично работает и с той, и с другой программой Время работы от батареи практически стандартное Если только читать и звонить, то подзаряжать нужно раз в пару дней Если напрягать коммуникатор поосновательней, то чаще В режиме GPS он живет около двух с половиной часов В общем, за 16 тысяч рублей совсем даже неплохо Слушай, голос, а тебе не надоело, а? Ведь ты постоянно об одном и том же твердишь Ведь есть вещи куда прикольнее мобильников Ну, например, если вы не летаете на самолете Только потому, что в салоне нет сидения с леопардовой раскраской Вы можете возрадоваться Потому, что за 29 долларов вы сможете приобрести леопардовый чехол И наслаждаться полетом хоть на Боинге Хоть на кукурузнике Взяли чехол, на тюрьм Гаджет, прекрати! Слушай, ну если не я Если не я, то кто им расскажет про все эти девайсы? Ты поди опять какой-нибудь обзор про ноутбуки там Или флешки затеял, а? Как неоригинально Ой-ой-ой, можно подумать И тем не менее BenQ Joybook S33 Ноутбук, якобы воплощающий в себе роскошь викторианской эпохи Идея довольно сомнительная Если знать, что роскошь в эту эпоху массово клепалась на английских фабриках из гипса и папье-маше Но измышления маркетологов не мешают этому ноутбуку оставаться очень достойной машинкой Joybook S33 Типичный пример стильного и практичного ноутбука Это не сверхбюджетный нетбук с подслеповатым экраном Ни вычурный макбук, сколь эффектный, столь глючный Ни соневские закосы под Apple Добротная рабочая лошадка Которая одинаково хорошо смотрится и на рабочем столе, и на домашней карте Дизайн классический Стоит отметить разве что неплохую клавиатуру с четким кликом Не слишком мягкую, не слишком жесткую, не глухую, не лязгающую и с нормальными клавишами А не входящими в моду кнопочками, слизанными с макбук Очень приятная в работе Вот только фанкшн в левом углу ухудшает эргономику Дисплей яркий и четкий Диагональ 13,3 дюйма, широкоформатный Картинка яркая, до 250 кандал на квадратный метр С живыми и насыщенными цветами Единственный минус – глянцевый экран, который заметно бликует, если за спиной есть какой-нибудь источник света Сборка качественная, корпус прочный Ноутбук сравнительно толстый, около 3 см в толстой части Но это значит, что машина вынесет ежедневную переноску в сумке или рюкзаке Технические характеристики на высоком уровне Joybook S33 построен на базе платформы Intel Centrino 2 О презентации которого я недавно рассказывал Оснащается процессорами Intel Core 2 Duo P8400 и более мощными Максимальная емкость оперативной памяти до 4 гигабайт Жесткий диск до 320 гигабайт Восьмискоростной DVD и так далее Не говоря о беспроводных адаптерах и связи В общем, все как и положено современному мобильному компьютеру На основе Centrino 2 Среди изюминок стоит отметить мультимедийные возможности В частности, многоканальный звук SRS True Surround XT Двухмегапиксельную веб-камеру И комплект программ, куда входят действительно полезные штуки Удобный и практичный ноут Стоит около 30 тысяч рублей В базовой конфигурации Очень неплохо для машины такого класса Голос, а ты никогда не подумал пойти в менеджеры по продажам? А что, будешь в галстучке, рубашечке полосатой, помогать людям тратить их деньги? Никогда? А ты, гаджет, никогда не думал пойти вон? Подумывал А не подскажешь, какой вон лучше идти? Конечно, есть несколько вариантов Вот посмотрите, есть воны, которые предлагают вам пойти далеко и надолго А есть воны, которые предлагают вам экспресс Путешествия совсем недалеко, но и... Мы увидимся с вами в следующий вторник С вами был инспектор Гаджет И помните Я докопаюсь до правды Чмоки Подождите, я вам не рассказал про самые главные воны Все, все, все Ладно, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok